Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Татьяна Леонтьева. Смотрите выпуски. Вышли на улицы, чтобы сделать город лучше. В Альметьевске прошел первый в этом году общегородской субботник. Убираемся мы уже с 8 утра. Второй команд у нас уже приехал. Только раз в году в библиотеку можно прийти ночью. Альметьевск присоединился к всероссийской акции «Библионочь». Я сама очень люблю читать с детства. Оказалось, что с возрастом эта любовь не уменьшается, а наоборот даже возрастает. Джек Воробей и Супермен на коньках и битва за новенький автомобиль. Нефтяник попрощался с болельщиками перед уходом на каникулы на матче шоу «Спасибо за сезон». Шоу «Спасибо за сезон» прошел, конечно, хороший для нас. Мы болели, мы старались. Любимый Альметьевск, добрый Альметьевск, а теперь еще и чистый Альметьевск в городе прошел общегородской субботник. Более 3,5 тысяч кубометров собранного мусора, около 500 единиц задействованной техники. Свыше 24 тысяч человек. Таковы цифры массовой экологической акции. О том, как город становился чище, расскажет Тимур Туманов. Более 24 тысяч человек вышли в субботу на улицы города. У всех одна цель – сделать город лучше, сделать город чище. Такое количество людей сразу собирается на улицах Альметьевска, разве что в праздники. А тут субботник. Убирают все – школьники и студенты, предприятия и частный бизнес. Убирают муниципальные служащие и общественные организации. Вот один из дворов по улице Пушкина. Когда-то давно там была котельная, а теперь только сухие деревья. Здесь традиционно порядок наводят представители азербайджанской диаспоры. Сегодня вместе с ними заместитель руководителя исполкома района Олег Шабалин. Мы сегодня с ребятами, с азербайджанской общины, приняли активную часть. Они очень молодцы. Сейчас они тоже к нам присоединяются. И молодым в порядок. Сразу видят результаты, это самое главное, что чище становится. Мне нравится, когда город чистый, и наши дети уходят. Мы сами же уходим. Поэтому это наши долги. Долг считаем. Как сорвать сетки долги. Настроение у всех приподнятое. Во-первых, от чувства выполненного долга. Во-вторых, от того, что весело работать в команде. Заодно можно поближе познакомиться со служивцами. Люди друг друга не знаем. Вроде с одной организацией. А начинаешь работать, ближе знакомишься. И потом уже веселее работать. Департамент экологии вместе с управлением капитального строительства и предприятием «Светсервис» взяли на себя дворы по улице Гагарина. Фронт работ похожий. Прежде всего, избавиться от старых деревьев, упавших веток и мусора. Мы уже с 8 утра. Второй КамАЗ у нас уже приехал. Второй КамАЗ загружаем. Ну, ветки, мусор, стекло, пластиковые бутылки. Все это поднимали, выставали, вымыслили. Работники исполкома наводили порядок во дворах на улице Шевченко. Если на улицах в основном белили бордюры и подкрашивали фонарные столбы, то во дворах основной проблемой становились сломанные ветки и старые деревья. Ну и, конечно, мелкий мусор и прошлогодние листья. Всего в этот день на полигон вывезли 3642 кубометра мусора. Это 600 грузовиков. Но в субботнике было задействовано 429 единиц техники. Это был только первый субботник. В конце мая пройдет еще один финальный. А до того экологические акции будут продолжаться. Проезд с змейкой, преодоление эстакады и стрельба из пневматической винтовки, а также безупречное знание правил дорожного движения. За звание лучшего боролись юные водители на традиционном одноименном конкурсе. Он прошел на базе автошколы. Организаторами выступили отдел ГИБДД и территориальное управление безопасность дорожного движения. В отборочном этапе конкурса приняли участие 25 человек. Все они сейчас проходят обучение для получения водительских прав. Что должен знать и уметь лучший водитель, расскажем далее. Для юных водителей подготовили ряд испытаний, в том числе проверку водительского мастерства и знаний правил дорожного движения. Решение заданий по теории и стало первым этапом конкурса «Юный водитель-2019». 20 экзаменационных билетов, но ошибиться можно лишь дважды. В противном случае загорается красный экран. Экзамен не сдан. Время на решение билетов тоже ограничено. Но с этим заданием, как правило, конкурсанты справлялись быстро. В общем, легко, но все равно некоторые вопросы есть, которые надо доучить до сдачи экзаменов. Стрельба из пневматической винтовки вряд ли сможет пригодиться будущим водителям. Но конкурс на лучшего водителя входит в программу военно-патриотического воспитания автошколы ДОСАВ. Основной уставной задачей нашей школы является военно-патриотическое воспитание молодежи. Вот сегодня как раз проводятся эти соревнования «Юный водитель». Мы как раз проверяем, к чему они готовы, ребята, чтобы выпустить их уже большую жизнь на дорогу. Основной задачей, естественно, является безопасность дорожного движения. К тому же попробовать себя в роли снайпера довольно интересно. Участникам нужно было сделать 8 выстрелов по мишеням. Желательно, конечно, попасть, что называется, в яблочко. Ну, я давно не стрелял, на самом деле. Ну, так нормально. Вполне получилось. Ну и какой конкурс водительского мастерства без демонстрации этого самого мастерства? Юным водителям необходимо было выполнить несколько упражнений по вождению. Змейку вперед и задним ходом, параллельную парковку, въезд на эстакаду и перевесить кольцо с одной стойки на другую. Нервы, конечно же, страшно. Ну, опыт играет роль, как учились люди. В соревновании приняли участие 25 человек. Лучшими в номинациях знатоки ПДД и фигурное вождение автомобиля стали Ангелина Бирюляева и Егор Емельянов. Лучшим в общем зачете стал Данила Водолеев. На втором месте Александр Алексеев. Третьим стал Эмиль Калемулин. К другим темам музыка, поэзия, театр и, конечно, книгам. Все это Библионочь. Альметьевск присоединился к Всероссийскому ежегодному фестивалю чтения. Библиотеки, литературные музеи и арт-пространство работали до поздней ночи. В этом году акция была посвящена Году театра и получила название «Весь мир театр». Подробнее о том, как прошли творческие вечера в следующем сюжете. Где ж ты столько была? Непростая память моя. Уже в пятый раз Альметьевская центральная библиотека имени Сажиды Сулеймановой участвовала во всероссийской акции «Библионочь». Действие происходило сразу на нескольких площадках. На концертной выступали творческие коллективы Творца культуры Невчия районного дома культуры и музыкальной школы номер 3. На театральной, расположенной в читальном зале, отрывки из постановок представили артисты Альметьевского драматического театра. Участники театрального кружка «Алиса» – артисты театров «Легкие крылья» и атмосфера. Уникальность такого мероприятия в том, что библиотеки тут раскрываются с другой стороны. То есть только не чтение книг. Ведь в нашей стране в последнее время библиотеки стали не только информационными, но и досуговыми учреждениями. То есть тут не только взять книгу, а и провести свой досуг, посмотреть на творческие коллективы города. На «Библию ночь» пришли гости разных возрастов и с разными интересами. Для кого-то библиотеки – традиционно излюбленное место. Сюда приходят за любимыми книгами и книжными новинками. А для кого-то это не только библиотека, но и творческая площадка, в буквальном смысле очаг культуры. Я сама очень люблю читать с детства. И оказалось, что с возрастом эта любовь не уменьшается, а наоборот даже возрастает. Несмотря на то, что набирается какой-то жизненный опыт, читать все равно интересно и старых авторов, и татарских авторов, и современных авторов. Поэтому я, несмотря на свой возраст, всегда хожу в библиотеку. Обожаю вокал, обожаю музыку, но очень также люблю литературу. Стараюсь в неделю хотя бы одну-две книги прочитать. Очень люблю современную поэзию, люблю классику читать, очень люблю книги по самоорганизации. Гостеприимно распахнула двери в этот вечер и библиотека филиал номер два. В холле для гостей была оформлена фотозона, театральные маски и тантаморезки. Посетители могли сфотографироваться или сделать селфи на память о незабываемых минутах. Актриса Альметьевского драматического театра Роза Султанова прочитала монолог из моноспектакля «Есть что сказать». Театр неразрывно связан с поэзией и в поэтической части мероприятия актриса читала произведения о любви к театру, к людям, к природе. Мы пришли на этот свет на определенное время, а мы думаем, что будем жить вечно. Поэтому надо стараться всегда делать добрые дела во всех сферах, будь ты медиком, педагогом или библиотекой. Несмотря на то, что сейчас любую книгу можно найти в интернете, были, есть и будут люди, которые предпочитают держать в руках настоящую живую книгу. Молодежь приходит в библиотеку для того, чтобы взять живую книгу, потому что они уже устали читать с интернета. Им хочется, родители, им, видимо, рассказывают, им хочется взять живую книгу, перелеснуть страницу, отложить ее и уже не искать закладки. Они положили ее и открыли на том же месте, где они ее закрыли. Они интересуются книгами, им стало уже интересно. Благодаря яркой и разнообразной программе «Библионочь» прошла интересно, познавательно и с фантазией. Нефтяник сыграл свой последний матч перед уходом на каникулы. В нем команда скрестила клюшки со сборной хоккеистов Альметьевска. По традиции, в итоговой игре важно не количество забитых голов, а зрелищность. Ведь это традиционный матч шоу команды под названием «Спасибо за сезон». На этом матче болельщикам было сложно определиться, в чью честь скандировать речевки. Ведь здесь, по сути, наши играют с нашими. Нефтяник против сборной хоккеистов Альметьевска. Это третий традиционный матч шоу «Спасибо за сезон». Команда «Нефтяник» в этот раз была под руководством болельщиков. В состав сборной Альметьевска вошли тренеры детской и юношеской школы, хоккеисты любительской лиги, а также спортивный директор клуба Решат Гемаев. Главный тренер Ильнур Гизатуллин и начальники «Нефтяника» и «Спутника». На воротах стоял тренер вратарей «Спутника». Игра поначалу шла ровно, голы поочередно забивали то одна, то другая команда. Затем «Нефтяник» вырвался вперед, но к концу матча сборная Альметьевска нагнала соперника. Счет сравнялся и игра закончилась на дружеской ноте. 8-8. Но это тот самый случай, когда важна не победа, а участие. На этом матче главную роль играла зрелищность. На потеху болельщикам было подготовлено большое развлекательное шоу. Игроки выходили на лед и в образе Джека Воробья и Супермена. Хоккеисты проходили на скорой «Змейку», состязались в бросках на точность. Но никому в отверстии запросить так и не удалось. Ближе всех к цели оказался Александр Сумин. Он и получил в награду новенький автомобиль немецкой марки. Правда, только игрушечный. Завершилось шоу-песни в исполнении жен и родственников хоккеистов. Сезон был очень хороший. Команда «Себя» там лидера. Большой на кейс-кейс. Напомнилось тем, что русский классный. Сезон прошел, конечно, хороший для нас и для нашей команды. Мы болели, мы старались. И думали, что никогда не дальше пойдет. Ну, ничего не получилось. Но так, как у нас будет всего месяц. У нас команда очень сильная. И мы думаем, что она будет и билой. Напомним, что для нашей команды сезон ВХЛ завершился в Сирии с АРКОЙ, где нефтяник уступил сопернику. Теперь спортсмены отправятся на каникулы, где будут тренироваться и анализировать допущенные ошибки. Стараемся, анализируем какой-то определенной причины глобальной. Найти трудно это совокупность. Каких-то мелких многоработок, недочетов. Весь сезон прошел ровно достаточно. На втором месте мы вели. Плей-офф. Первый раунд прошли. Ну, на втором где-то не везение, наверное, больше. А в завершении хоккейного праздника болельщики могли попрощаться со спортсменами уже лично. Все желающие смогли выйти на лед, сфотографироваться и взять автограф у любимых игроков. И поблагодарить, сказав спасибо за сезон. А теперь о погоде. 23 апреля в Альмитевске ожидается переменная облачность ночью, небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, днем плюс 11. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Задавайте вопросы, делитесь проблемами. И они станут темами наших сюжетов. Пишите нам на сайте и в соцсетях. Сразу после новостей смотрите передачу «Без из Геба Рабос». Филюза Хамедулина продолжит знакомить зрителей с театральным закулисьем. На этот раз она примерит на себя роль реквизитора и раскроет все секреты изготовления бутафории. Что из этого вышло, смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.